Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Александр Борисович Лучший Это теперь мое новое имя Называйте меня теперь всегда только так Александр Борис Лучший Да, это я Могу рассказать два слова о том, как возник этот псевдоним В 14-м, если не ошибаюсь, году В таком театре был выпущен спектакль Под названием Спасительные сеансы Александра Борисовича Лучшего Который был создан специально для того, чтобы я смог Какое-то сценическое воплощение для своих песен Которых накопилось много Который мы играли с группой Экипаж молодости Вынести на сцену Но мне хотелось, чтобы это было именно вот Когда зрители сидят и смотрят А не клубное выступление Когда тут же и выпивают, тут же и дэнсинг Какая-то тусовка А мне хотелось все-таки больше театрального Какого-то Хотя группа при Пинаке была именно клубной группой И остается И остается И остается Ну, я против этого формата ничего не имею Но Есть и другие формы Как раз их мне вот хотелось попробовать И это было музыкальное представление Такое абсолютно абсурдистское Александр Борисович Лучший Это такой чокнутый проповедник В общем-то, можно сказать Который свое собственное учение изобрел благо и добра Вот есть силы зла под названием Пунь Который пытается запустить свои зловредные щупальца В мозжечок каждого обывателя И превратить его кровь в струи зловонного ядовитого гноя И есть силы добра Сляо Которая из космоса посылает нам магическую энергию Ро Которая и заставляет человека быть человеком Любить, творить, созидать, развиваться и так далее А Пунь этому препятствует Пачкая Гузу А Гузу это такой энергетический купол Который вокруг каждого человека создается И сотканный из его мыслей Мысли, если грязные, то и Гузу грязные А пачкает их, естественно, Пунь А Пунь это меркантильность, жадность, агрессия, зависть Все отрицательные качества человека это Пунь А Сляо, наоборот, это все нивелирует Очищает Гузу Из-за этого человек может получать Ро И вот процветать И всячески Но быть человеком, как раз говорят Быть полноценным человеком Скажите, Саша, поступление в театральный институт Ты сразу поступил? С первого раза? Да Кому поступал? Я поступал в год, когда набирали Кацман и Горбачев Ух Кацман мною не остался доволен А Игорь Олегович обратил на меня внимание Дай бог ему земли пухом Это было забавно Потому что на первый тур я пришел в панковском прикиде С иракезом на голове В тельняшке И привлек внимание внешним видом Но не только Все-таки, слава богу, я читал Тоже приличные Хармса я читал И там, ну, что положено Стихи, пасни, проза Ну, запомнился я всем Хармсом, естественно Недавно по телевизору мы выступали Вернее, к нам в программу приходил Женя Дятлов Который, как оказалось, был на приемных экзаменах Сидел в аудитории И смотрел, значит, этот тур На котором я читал Хармса И мне это припомнил Ну, это так, слоу В общем, а на второй тур я пришел уже в черном костюме И лакированных башмаках Обритый, ну, вот этот самый бокс Да Такая очень короткая стрижка С бриллиантом в ухе Совершенно поменявший имидж И это тоже, конечно, обратило на себя внимание Хотя А, а вот когда я вот такой лохматым иракезом пришел Игорь Олегович говорит После того, как я отчитал свою программу Говорит Старик, есть прекрасный способ ухода за волосами При помощи теплой воды и мыла Ну, Игорь Олегович, конечно, всегда В этом отношении был великолепен Он был великолепен, конечно Саша, почему театральный институт? Почему не консерватория? Почему не продолжение музыки? Член ленинградского рок-клуба Сходите на собрания Уже стали немножко взрослее Перед вами кумиры Весь мир перед вами И театральный институт, сцена, театр Ну, не консерватория, потому что я не научился ни на чем играть И мне туда был путь заказан Поскольку я был молодым То на вокальное отделение мне трудно было претендовать Ну, еще голос был совсем-совсем юношеский Трезвые рассуждения очень Ну, объективные А театральный институт меня привлекал Ну, потому что это творческая некая профессия Я всегда любил как-то кривляться Как-то себя предъявлять Это еще, кстати говоря, наверное, бабушка моя мне привела Потому что она заставляла Ну, как заставляла? Она вместе со мной занималась Учила со мной стихи, басни И на каждом семейном торжестве я предъявлял большой репертуар Демонстрируя некоторые, вот, действительно, актерские задатки И как-то, поскольку это все встречало одобрение То это так вот некая матрица Легла уже мне в подсознание Что вот выступление на сцене – это хорошо Это вызывает одобрение Да, это красиво, это приятно Да, быть в центре внимания мне нравилось А разве младшие братья не хотели стать знаменитыми, крутыми Ездить по всему миру? А мы и стали знаменитыми и крутыми Правда, по всему миру уже с другой группой я стал ездить Но младшие братья, да Еще заграничных кастролей тогда не было, конечно Заграничные кастроли появились, конечно, уже с припинаками С перестройкой начались вот Как это называется? Нон-стоп рок-н-ролл А, нон-стоп рок-н-ролл, конечно Вот под эту лавочку мы как раз уже с группой Еще не припинаки, еще знаки припинания Знаки припинания Мы поехали в Копенгаген И как раз благодаря этой поездке появилось название припинаки Потому что датчане, естественно, слово «знаки припинания» Это для них очень трудновыговариваемое нечто И абсолютно бессмыслиться по смыслу Поэтому они написали, ну просто случайно на афише Латинскими буквами Знаки припинаки И нам это так понравилось Да Господи, это же такая прекрасная абсурдистская игра слов Вот и стали мы припинаки, вернувшись из здания Это получилось случайно Это абсолютно случайно Это тоже миф Нет, это правда Сами придумали все, а сейчас так решили рассказать Нет Мифов мы много сочиняли тоже про себя Про название, что это и фамилия греческого летчика И так далее А на самом деле все вот родилось из такой Я верю Милый, забавный случай Да, потому что я знаю, что такие ситуации случаются И с музыкантами, и с группой Аукцион, тому пример, через букву «ы» Техническая ошибка, которая потом стала названием Просто реально названием группы Заграничные поездки Ну уже дальше со знаками припинаками С припинаками В 91-м году мы полетели в Нью-Йорк Мы были вторыми после кино Посетившими США рок-клубовскими музыкантами Ну да, вот так Вторыми? Ну первыми были кино все-таки Благодаря Джанне Да, ну это понятно Это не обсуждается А после них только вот мы следующие поехали В США В Европу-то многие уже И в Германию, и в Данию Саш, для меня это было открытием Я даже не предполагал Здорово Вот так получилось И как встречали? Ну, как сказать Весьма благожелательно Конечно Но все это воспринялось Немножко наивно Мне кажется Больше как экзотика О, а русские тоже умеют играть на гитарах О, ничего себе Давай мы послушаем песню Послушаем мы песню Из репертуара уже другого коллектива Из репертуара коллектива Экипаж молодости Да Который на сегодняшний день уже не существует Да А песня называется В космосе Слушаем Играет музыка На боку фюзеляжа латунного Отражение светолунного И тысячи лошадиных сил Притаились в топливном отсеке Я подойду на рассвете К могучей своей ракете Забраю все люки Нажму на стартер Перекрещен Играет музыка Играет музыка Играет музыка А в космосе В далеком космосе Молча мерцают во тьме Бриллиантовые россыпи В космосе В далеком космосе Нет ни печали, ни зла Ни черстости, ни косности Слава тебе, Господи И разные кометы Будут мне слать приветы И черные дыры Будут молить И туманности Будут упадать Но если я все же вернусь В глаза я тебе загляну И там я увижу В сиянии светил Далекого космоса Бездну В космосе В далеком космосе К Венере идет козырок Своей хрустальной поступью В космосе В далеком космосе Нет ни обиды, ни лжи Ни глупости, ни пошлости Слава тебе, Господи В далеком космосе Ни глупости, ни пошлости Слава тебе, Господи 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 Я уточняю это, потому что Я собираюсь этот бренд Все-таки Развивать Развивать И продвигать На сегодняшний день На цифровых платформах Выложен пока что Только один сингл Добрее и красивее Под именем Александр Борисович Лучший Но в ближайшее же время Там же появится Довольно-таки большой Корпус музыкальных произведений Разных времен Я хочу и старые Вот экипаж молодость Переиздать Потому что на цифровых платформах Пока этого нету Но вот-вот появится Уже вот может быть даже В ноябре Еще и докопаться до истины 2 Я хочу туда выложить Потому что это тоже Это спектакль Ушло в прошлое На сегодняшний день Уже для кого-то там Кто был свидетелем событий Это приятная ностальгия А многие не знают А это очень хорошая На самом деле Милая и Добрая история Докопаться до истины 2 Да Вообще на самом деле У тебя в жизни Очень много добрых историй Одна, наверное, из них Которая Ну мне близка очень Это Как вам вообще пришло в голову Петь песни Эдуарда Анатольевича Хиля Я могу сказать Что это абсолютно Идея Андрея Борисовича Нуждина Который является Лидером группы Припинаки Автором всех песен Этого коллектива За сколько уже Наверное 2 Уже 30 лет Больше 30 лет Существует группа Припинаки И как-то раз На Пушкинской Мы что-то там тусили У нас там была Репетиционная точка Пушкинская 10 Да На Пушкинской 10 И Андрей говорит А ведь правда же Твой голос, Санек Очень похож на голос Молодого Хиля Ну да В общем Как-то так Как он звучит Кто? Твой голос Потолок ледяной Эльскрин Ну Сейчас Да Вот В общем говоря Так получилось Что Андрей с Димой Хилем С сыном Эдуарда Анатольевича Каким-то образом Поленконцертов С кем еще давнишним Своим делам Дима Барабанщик Дима Играет на саксофоне А Саксофонист Да Как-то они пересекались И пришла в голову мысль Что Предложить Эдуарду Анатольевичу Сделать программу совместную И мы вот просто Набравшись наглости Наглости Вот только хотел сказать Это слово Да Именно наглости Только это качество нам помогло Младшие братья В данной ситуации При Пинаке уже тогда При Пинаке уже тогда Явились Ну как-то сговорившись с Димой Явились в гости К Эдуарду Анатольевичу Вот с таким предложением А давайте По-моему недалеко от Фонтанки Он живет где-то Не очень далеко Жил Да Между Фонтанкой и Рубинштейном Есть Толстовский дом Там вот квартира в них Да Пришли к нему Пришли к нему И вот Вот она же Давайте сделаем такой вот Ну эксперимент И он фактически Вот первый тезис Выслушав Никаких экспериментов Нам не надо Эксперименты нам не нужны Мы сделаем программу Вот это да То есть просто С места в карьер Человек вписался в авантюру А который конечно Еще не подозревал Что это может вообще Из этого выйти И знаменитого Народного артиста Видеть На репетиционной точке На Пушкинской 10 Среди этой разрухи Где там буквально Костры жгли во дворе Понимаешь Это было Ну мне трудно сейчас Цифрами завладать Ну да примерно Ну это 90-е Это был конец 90-х Да Разруха полная На Пушкинской 10 Жгли костры Это верно Да Я по-моему Тогда еще даже На телевидении не работал Нет Не работал еще Примерно в одно время Как-то это все Начало завариваться С хилем И тут же у меня какие-то Я на радио тогда работал И тут же у меня С телевидения Появилось предложение Ну в общем Как-то это все В одно время происходило Ну и Насколько актуальным Оказался этот наш продукт Потому что песни Которые уже были Такие дедушкины Да Вот и потолок ледяной Человек из дома вышел Песенка по кругу По кругу Они уже были такие дедушкины Но Осмысленные Освоенные В общем-то в модной И в новом прочтении Да-да-да Они оказались Свежи Свежи Интересные Актуальные И востребованные Я помню Что Аркаша Волк Был нашим продюсером Директором Да-да И первый концерт У нас был В клубе Манхэттен Тогда это называлось Или котел На фонтанке Котел Тогда назывался еще котел И это было Такое феерическое Я имею ввиду Именно восприятие публики Это было так неожиданно Это было так неожиданно И это были Ну просто Еще бы Мы почти на лаврах Короче говоря Каждая мелодия Лежит в ухе Просто в ушах Звенит И тут еще необычное Прочтение Молодые симпатичные Парни Лушин на сцене Звучит музыка Это была феерия Просто Вокалист Заслуженный И вокалист Примазавшийся Но тоже ничего Да Это как-то Было все свежо И здорово Слушайте Вы действительно Опередили Вот вокалист Эдуарда Анатольевича Которые потом Зазвучали уже Вот его этот вокалист Ты имеешь ввиду Трололо? Да Трололо На самом деле Это прекрасное произведение Но ведь вы С названием Я возвращаюсь домой Ох Память Постковидная Не могу Сейчас Навскидку Вспомнить Фамилию автора Прекрасный Советский Композитор И тогда Мне это Не было известно Да-да-да Уже потом Мы с редиской Сделали кавер Это тоже исполняли Но Тогда Не было В нашем репертуаре Этого И как-то Это вообще Произведение Было в забвении А вот Такие советские Хиты Которые Ну как-то я Перечислял Человек из дома Вышел Ходит песенка по кругу Они вот как-то Очень нас вдохновили О чем я хотел сказать Да слушай Это все песни Которые каждый из нас Может пропеть Просто Ну само собой Легко и просто Параходы Совсем не так Как поезда Большие медленные воды Текут спокойно В два ряда Я могу тебе все песни Эти пропеть Потому что Они действительно Вошли В наше детство И просто уже Впитались Что называется В нашу кровь Саш Что бы предложил Еще послушать Нашим радиослушателям Наверное Все ждут Тут Сейчас Что-нибудь Из репертуарах Или сыновья Но нет Я хочу предложить Вашему вниманию Дорогие друзья Песню Не вошедшую В фильм Ивана Ворыпаева Которую я По его просьбе Сочинил Он как-то позвонил И говорит Кислород Кислород был позже А нет Наоборот После Уже я не помню Последовательность Неважно Фильм Называется Господи Ну называется Фильм Сейчас вспомним Ну это короче Киноальмонах Состоящий из Четырех По-моему Новел Одна из них Вот Ворыпаев снимал Сама новелла Называется Ощущай И он мне звонит И говорит Слушай Санек Мне нужна песня Бога Можешь? Чего? Ну Бог Вот Бог поет песню Вот мне такая песня А, да, все понял Давай Сейчас будет Короче говоря Покойного Соболева Юрия Геннадьевича Я привлек В качестве Помощника По аранжировке Он привлек В свою очередь Петю Разломея Прекрасного Совершенно музыканта С которым Потом В экипаже Молодость Сотрудничали И вот Получился Такой трек Песня Бога Потом я в этом Фильме снялся Исполняя эту песню Но этот эпизод Был вырезан И поэтому Песня эта Осталась только Вот в виде Конечно Она должна Обязательно Прозвучать Воспоминания И ее никто не знает Никогда не слышал Это вот мое личное И я очень рад Что у меня есть сейчас Возможность Поделиться С общественностью Этим произведением Для меня Дорогим Как она называется? Ощущай Слушаем Эй, прохожий, постой Поумерь-ка свой бег Познакомься со мной Я твой Бог Человек У меня в животе Свели сойки гнездо Я вокруг и внутри Я и после И до Ощущай 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 Эй, постой, человек Подойди Я твой Бог У меня в рукаве Электрический тон Ты меня не гневи Ты меня позови И мгновенья любви И мгновенья любви Своим сердце лови Ощущай 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 мусор Александр Лушин. Он же Александр Борисович Лучший, прошу не забывать. Он же Александр... Все, мы теперь переходим только на Александра Борисовича Лучшего. Лучший у нас лучше всех в студии. Саша, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки музыка, рок-клуб, членство в Ленинградском рок-клубе. Ты ведь наверняка был знаком со всеми музыкантами рок-клубовскими. Ну, со всеми, не со всеми, но шапочно почти совсем. Ну, шапочно, да, и там и Виктор Цой, конечно, и Майк Науменко. В записи одной из пластинок мы даже принимали участие, Цоя. Да. Опять же, через Тропилу, у которого мы занимались в кружке, как-то раз приходим мы с братом на занятия, а там Цой записывает песню... Это наша вокальная партия. А сейчас мы хотим танцевать. Им нужны были подпевки. Тропил говорит, ага, пошли в студию, встали вокруг микрофона вчетвером. Мы с братом, Тропила и Цой. И вот это вот... И даже на пластинке, которая выходила потом, указано подпевки младшие братья. То есть подпевки группа младшие братья. Да, мой голос звучит, и голос моего брата звучит в записи пластинки «Ночь». Ну, слушай, это серьезное достижение. Ну, подружиться нам не удалось, потому что ребята, конечно, были постарше, да и они так немножко нос задирали уже тогда, но тем не менее... А скажи мне, а нос задирали все музыканты, которые были постарше? Или все-таки кто-то обращался к вам, как не только к тем музыкантам, которые на сцену вытащили огнетушитель и залили там ползала? Все задирали нос? Да нет, нет. Ну, это я, может быть, даже и зря сказал. На самом деле мы же скромные были ребята, мы так особо-то дружить ни с кем не лезли. Ну, что это? Ты знаешь, иногда бывает, что старшие товарищи, наоборот, дают тебе какой-то энергетический посыл и что-то тебе, может быть, подсказывают. Может, просто говорят. Может, говорят, ай, пойдем покурим, там, поболтаем. Такого не было. Ну, вот именно таких я каких-то не припомню моментов проявления, как сказать... Дружбы. Дружбы со стороны старшего поколения. Не знаю, может быть, и просто мне не вспомнить. Но, тем не менее, нам, допустим, Паша Кондратенко давал клавиши на выступление играть. Паша Кондратенко музыкант группы «Алиса». Был тогда. Да, да. И из телевизора ребята там, значит... Господи, кот был там, да? Да, на клавишах. На клавишах. Тоже на его клавишах мы играли, потому что своих не было, к сожалению, в то время. И, то есть, все-таки какая-то взаимовыручка точно всегда была. Или вот, например, я вспоминаю эпизод, но это не проявление дружбы, но это важное как бы для меня воспоминание... Опять же, утропило на студию, я прихожу на занятия, там Саша Титов записывает партию к песне 212-8506. Ну, здесь пишет. Да, и вот он магнитофон многоканальный, он рядом с магнитофоном сидит, с безладовым басом, какую-то фразу играет, стоп, отмотал, заново. Сыграл, стоп, отмотал, заново. Сыграл. И вот эта вот вдумчивая, тщательная такая работа музыканта, не удовлетворенного до конца своей работой, на меня колоссальное произвело впечатление. Причем это совершенно... Ну, как бы вот рабочий момент. Человек сосредоточен, занят, вокруг него ничего как будто не происходит. Ну, там, конечно, там ходили какие-то люди, я в том числе. Вот человек просто абсолютно отрезан от внешнего мира, только занят вот своим безладовым басом, чтобы эта фраза конкретная получилась идеальна. И мы имеем этот результат в виде легендарного альбома и легендарного трека. Да, потому что это Саш Титов, один из лучших бас-гитаристов, наверное. Давай, пользуясь слушанием, передадим ему привет. Конечно, и тем более я очень хочу увидеть его в студии Комсомольской правды и так поболтать с ним о молодости, о музыке, и вообще обо всем том, что происходило в жизни. Саша, ну, конечно, невозможно не вспомнить Наташу Пивоварову. И ни для кого, конечно, не является секретом, что вы были мужем и женой. И ни для кого не является секретом, что был такой необычный проект там Саши и Наташа. Или Наташа и Саша. Саша и Наташа. Саша и Наташа. А деколоновый дуэт. А деколоновый дуэт, да, да, да. Я помню, мы так называли его. И, конечно, все это было. Расшифрую для молодых радиослушателей, которые не знают предыстории. Дело в том, что парфюмерная советская промышленность выпускала небольшой набор названий парфюмерных, в том числе одеколон Саша и одеколон Наташа. И вот как-то мы, поскольку были супруги Саша и Наташа, так решили, что будет у нас одеколоновый дуэт. Ну, и он, собственно, случился. Да, причем это на самом деле по факту было трио. Трио одеколоновый дуэт. Потому что мы-то выступали как вокалисты, а у нас был аккомпаниатор Юра Соболев, Гомберг, которого я уже сегодня вспоминал. Вот трио одеколоновый дуэт, так назывался проект. Ну, совершенно... В общем, ты всегда был на острие творчества. С Хилем гениальная история. При Пинаке лучшая, одна из лучших... Ну, там, два самолета, наверное, вы там где-то. Лучшая клубная команда 90-х конца и, наверное, начало 2000-х. Твои театральные разработки, твои театральные спектакли, они как бы были всегда. Ты можешь что-то вспомнить, вот если это есть в памяти, что тебе не очень нравилось в Ленинградском рок-клубе? И было ли такое? Что мне не очень нравилось? Ну, конечно, не все группы мне нравились. И персонали тоже не все были мне симпатичны. Ну, я, конечно, не буду называть никаких фамилий. Но мне не нравилась вторичность, мне не нравилась серость. Потому что, ну, конечно, были и бриллианты, и все мы знаем, и названия группы, имена. Но были же и такие проходные коллективы, которые, ну, пытались что-то сделать. Ну, вот какого-то, не знаю, собственного лица не хватало у них. И, тем не менее, они как-то так и были на слуху, и, в общем, какой-то статус имели. И мне вот это было непонятно. Они не представляющие собой какой-то художественной ценности, с моей точки зрения. С твоей точки зрения. Да, естественно, с моей. Это субъективное мнение, да. Да-да-да. Ну, вот как-то мне казалось, что это все не так интересно. И незаслуженно внимание получает. А я, ты знаешь, с собой согласен. Потому что, действительно, наверное, из тех 70, может быть, даже чуть больше групп, которые были членами Ленинградского рок-клуба, на самом деле в памяти осталось, в общем, ну, 5, может быть, 7 названий коллективов. Остальные все куда-то ушли. И, тем не менее, низкий им всем поклон. Потому что это называется, ребята, культурный слой. Если его нет, то и бриллианты вот эти, которые мы сейчас вспоминаем и на которые молимся, они бы не смогли существовать. Пыльца. Да-да-да. Нужна среда. Вот эта среда, этот рок-клуб, ну, с какими-то проходными, посредственными исполнителями, тем не менее, была питательной средой для всего остального, что взросло и что сейчас является золотым фондом. Конечно, так и должно было быть. Поэтому низкий поклон всем, кто приходил и пытался дергать за струны и что-то донести. Ну, пускай не очень выразительно, не очень интересно, не очень самобытно, не очень оригинально, но, тем не менее, сам вот этот порыв и... Заслуживает уважения. Уважения и почтения. Да. Что будем слушать? Ну, у нас осталось одно произведение. Я хотел бы все-таки такую самопрезентацию. Ну, конечно, я надеюсь, адекватные люди поймут, что это шутливая самопрезентация, но, тем не менее... А тот-то не поймет, мы им скажем. Короче говоря, вот недавно вышедший на цифровых платформах сингл «Добрее и красивее» и заглавный трек «Добрее и красивее». В исполнении Александра Борисовича лучшего. Не я это сказал. Слушаем. Слышаем. Всем привет, я Александр Борисович лучший. Так меня зовут, потому что я лучший. Лучше меня почти что никого нет. Да и те, кто был по большей части, покинули этот свет. Так что конкурентов у меня немного. Некоторых из них мучает изжога. Кое-кому нет покоя от диареи. Есть среди них чукчи, есть русские, есть евреи. Есть кое-кто у кого три руки, семь глаз, два желудка и нет прямой кишки. Есть внучка, есть жучка, есть бабка, есть дед. Вот только лучше меня никого нет. Быть лучшим это, знаете ли, не козявки трескать. Надо забыть про грубость, забыть про резкость. Надо быть милым и нравиться всем. А с этим моментом возникает целый ряд проблем. Ведь кругом несовершенство этого мира. Такое, что из рук буквально валится лира. Не то, что милым тут, как бы всех не перегрызть. За тупость, злоба, лживость и корыстность. Нет, надо улыбаться и лучиться добротой. Какой бы вокруг ни творился, отстой. Лучше меня никого нет. Постой, постой, теперь ты понял, как быть лучшим нелегко. Мне за вредность надо выдавать не то, что молоко. Масло, сметану, творог и осендефилин, чтобы укреплять мой иммунитет, блин. Еще мне нужно платить как можно больше бабла. Я же вопущу только на добрые дела. Вот эти цифры, это мой Яндекс кошелек. Я не просто так сниму свое внимание привлек. Слага и добра тебе щедрый человек. Чем больше твой платеж, тем дольше пусть длится твой век. Пусть твои родные и близкие тебя радуют. И все твои акции только растут, они падают. Будь, короче, супер молодцом, огурцом с чистым, румяным, счастливым лицом. А не какой-нибудь там жадиной говядина из пальмового масла, пустой шоколадиной. Лучше меня ты не станешь, это просто импосибли. Но ты сделаешь мир добрее и красивее. Да, ты сделаешь мир добрее и красивее. Вот мой Яндекс кошелек. Сделай мир добрее и красивее. Е-е-е. 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 Е-е-е. В студии А. Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Александр Лушин. Саша, сегодня Александр Лушин. Где тебя можно видеть, где тебя можно слышать, что ты делаешь, что ты ведешь? Где ты? Ну, я для начала являюсь штатным актером труппы национального драматического театра «Александринский театр». Уже больше 10 лет я состою в труппе и горжусь этим, потому что это для меня родной театр. Как я уже говорил, Игорь Олегович Горбачев был моим мастером. Он тогда... Моим мастером в театральном институте. Он тогда возглавлял как художественным руководителем Пушкинского театра. И с этим у нас там проходили занятия и по актерскому мастерству, и по ряду других дисциплин. Поэтому все, что связано с Александринским театром, это моя альбоматор, это моя, ну, как родина, любовь моя. Не могу к нему относиться никак, кроме как с нежностью и почтением. Было большим счастьем для меня снова оказаться в этих стенах. Надеюсь, там проведу еще какое-то количество времени. Там есть очень замечательные спектакли, и мои тоже есть работы интересные. В каком спектакле? Ну, вот, например, на вскидку, недавно мы со всем играли, после большого перерыва, оптимистическую трагедию, поставленную Виктором Анатольевичем Рыжаковым, и два года назад получившим «Золотую маску», как лучший спектакль сезона в России. Там у меня роль Беринга. Ну, это вот офицер, так называемый. Да, это серьезная работа. Это серьезная работа вообще, в принципе. И можно бы поподробнее, конечно, рассказать об этом, как мы делали этот спектакль, потому что даже для Александринского театра очень необычный был способ работы. Потому что Виктор Анатольевич Рыжаков, замечательный режиссер и мой хороший друг, предоставил полную свободу. Говорит артистам всем, вы сделайте что-нибудь, вот выскажитесь, что вас-то будоражит. Нет, для начала он пригласил профессора, который читал нам лекции об этом времени, об эпохе. Откуда появилось вообще это произведение, из чего оно выросло, из какого сора. И это был удивительный экскурс, который открыл глаза и мне-то, в общем, не самому необразумному человеку, но и многим молодым артистам, которые просто с распахнутым ртом сидели и слушали все это. Потом мы поехали в экспедицию на корабль военный и, собственно, проходили службу военных моряков. Ну, правда, всего двое суток мы там были, один раз приночевали. Это неважно. Но это тот уникальный опыт, без которого ничего бы не случилось, потому что все равно важно только то, как мы чувствуем, что мы чувствуем. Если есть внутри личное собственное знание, личное собственное переживание на уровне ощущений, то это будет и на сцене. Это будет честное высказывание. Если этого нет, ну, можно притворяться, можно кривляться, можно вставать в разные позы, принимать разные выражения лица. Но это будет все пустое. В данном случае нам был дан полный карт-бланш. Хотите петь – пойте. Хотите пантомиму – пожалуйста. Все. Принималось все. Ну, потом, естественно, были отборники, и вот получился, как это обозначено в афише, революционный концерт. Хорошо. Приходите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, и наслаждайтесь спектаклем «Оптимическая трагедия» в Александринском театре. Там, кстати, звучит и одна моя песня, написанная тоже специально для этого мероприятия. Ну, здорово. Это место, где ты служишь. Да. А для души? Ну, кроме того, в этом году 20 лет исполняется такому театру, который мы в свое время… Такому театру – это название. Это название. Название «Такой театр». Можно, конечно, рассказать историю о том, как возникло это название, но не хватит там эфирного времени. Не хватит. Жалко, жалко. Много интересных подробностей можно было бы. Ну, в общем, такой театр существует по сей день, 20 лет. Вот будем отмечать в декабре юбилей. Я занят на сегодняшний день в трех, по-моему, постановках этого театра. Являюсь его генеральным директором. И очень рад, что то, что когда-то начиналось как шалость, как какая-то просто нелепая дурь какая-то, все это выросло в настоящий художественно ценный и профессиональный продукт. Твои телевизионные работы. Ну, на сегодняшний день на канале «Санкт-Петербург» я веду передачу под названием «В ритме Петербурга». Я был. Когда приходят разные прекрасные исполнители, с которыми мы беседуем. В чем фишка программы, как мне кажется, ну, такая нечастая. Мы обсуждаем песни, которые поют исполнители. И если это авторские, то, значит, как возникла песня, какая-то история. Если это чье-то произведение, то исполнитель рассказывает свое отношение, какую-то историю связанную. Это, мне кажется, очень интересно. И всегда новый взгляд дает на исполнителя и на песню. Это действительно интересно. Радио? Ну, сегодня радио я нет. Но, вообще-то, у меня есть такой опыт. Я несколько лет работал на Эльдо-радио в качестве линейного диджея. Был у меня псевдоним Александр Акнов. Был у меня шоу «Александр Акнов – толкователь снов». Когда мне можно было позвонить, рассказать свое сновидение в ночном эфире, я тут же выдавал толкование. Ну, не бессмысленное на самом деле, потому что у меня был сонник, я быстренько пролистывал. Что там, огурцы? Ага, огурцы. А, ну, это, знаете, вот у вас будет интересное свидание. Ну, в общем, конечно, это... Ну, и тогда как вокалист. Как вокалист. Ну, продолжается деятельность группы «Припинаки». Слава богу. Я очень этому рад, что мы все пока что живы и в состоянии музицировать и радоваться друг другу и нашей публике. Кроме того, я выступаю редко, но все-таки не прекращаю со своими песнями частично из репертуара экипажа «Молодость», частично другими из каких-то театральных постановок и других, с группой «Совершенство». Специально вот был создан такой коллектив. Такой проект. Ансамбль «Александр Борисович лучший» и ансамбль «Совершенство». Ну, и последняя моя такая инкарнация – это, собственно, сольный проект «Александр Борисович лучший». Я решил собрать песни, написанные за последние годы для спектаклей разных, современных, интересных. Но эти песни, к сожалению, в эфире я не могу продемонстрировать, потому что они, многие из них содержат… С нецензурной лексикой. Который, в общем-то, отношение пока вот у нас такое негативное в общественном мнении, но я думаю, что это будет пересмотрено все-таки, потому что странно табуировать буквы. Буква «ё» больше не будет у нас нынче в обиходе. Мы не употребляем букву «ё». Ну, хорошо, давайте не будем употреблять букву «ё». Ну, это значит, что мы лишаем себя какой-то части выразительных средств языковых. И также и матерные слова, мне кажется, это органичная совершенно часть культуры, часть языка, часть нашего языкового менталитета. Если её купировать, то и объединиться совершенно соответственным образом вся эта история. Ну, у тебя это получается довольно спокойно. Это не... Я слушаю. Потому что это не является самоцелью. Да, да. Поэтому у тебя это происходит как разговор. Дело ведь не в буквах, которые произносятся, а в смысле, которые... В смысле, который закладывается в эти буквы. Да, несомненно. И в интонации, и в манере, и в контексте. Потому что когда человек других слов просто не знает, ну, конечно, это мы констатируем некоторое убожество. Ну, умственное и личностное. А когда это яркая краска для подчёркивания какой-то яркой эмоции, это абсолютно оправданно, и даже я это приветствую. Ну, очень хорошо. Уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», у нас сегодня в гостях был человек, у которого глаза просто блестят, просто сверкают, когда вспоминают о каких-то моментах своей жизни, которые ему приятны. Человек безумно творческий, человек, который, ну, просто за что не берётся, всё то становится золотом. Театральный ли это спектакль, написанный ли песня, или вдруг... Вдруг Эдуард Анатольевич Хиль, который появляется в каких-то эпических произведениях, которые звучат со сцены. Это совершенно необычно. Всё это мы говорили о счастливом человеке, ещё раз прошедшем тебе днём рождения, творчество тебе. Спасибо, дорогой. Ты меня весь год будешь просто поздравлять с днём рождения. Да, до следующего дня рождения. У нас в гостях был Саш Лушин или Александр Борисович Лучший. Можно ещё полминутки я вставлю? Вот Александр Борисович Лучший. Запомните, пожалуйста, это словосочетание, загуглите и зайдите на YouTube или там в Spotify, в любую вот эту цифровую платформу, Apple Music и так далее. Там есть сингл, выложенный недавно, вот с моим, так сказать, творчеством. Запомните это, загуглите, послушайте и будет вам счастье. Затем прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Пока. Ари Ведерчи. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба